Всем привет! Сегодня мы будем с вами тестировать фольгу с Алиэкспресса. Ее тут очень много и также слайдеры. В слайдерах я уже уверена и после того как протестирую фольгу я покажу все какие тут есть и мы с вами попробуем один наклеить, так как очень интересна их толщина. Вот с таким значком у меня уже были слайдеры, я вам скажу что они великолепные. Качество отменное, они тоненькие и в то же время отлично носятся. Что мне понравилось в этой фольге, так это то, что в ней очень мало повторов. То есть продавец позаботился о том, чтобы у вас не лежала пачка одинаковой фольги. Очень красивые рисунки, у меня некоторые есть наподобие, но прям вот точно такое же у меня нет. И мы сегодня с вами посмотрим насколько хорошо она печатает, на какие гейлаки она у нас отпечатается. Так как я уже сделала такие эксперименты, оставлю обязательно ссылочки под видео на какие у меня печатались, какие нет. Но сейчас у меня появились уже новые, и мы конечно же их протестируем. Сразу скажу, что гейлфавор и эльвинск вообще не отпечатывают фольгу. Очень слабый дисперсионный слой. И в то же время некоторые гейлаки у меня отпечатывали просто фольгу практически полностью. То есть не было видно каких-то изъянов. Все зависит от гейлака. Сразу скажу, что на клей я не отпечатываю, потому что мне это очень не нравится. Особенно бороздочки, которые остаются после клея. Поэтому я стараюсь найти идеальный гейлак, на который отлично будет все отпечатываться. И что важно, продавец положил разные цвета. То есть рисунки есть повторяющиеся, но в то же время цветов таких нет. Итак, у нас очень много фольги. Мы должны ее все протестировать. И я вам расскажу еще раз подробно, как же мы будем ее тестировать и как ее правильно наносить. Первый испытуемый у нас вот этот вот гейлак номер 215. От фольги мы берем маленький кусочек. Это уже на ваше усмотрение, но я не могу делать маленькими, так как мне неудобно, не за что даже зацепиться. Поэтому я отрезаю такую часть побольше. Обезжириваю обязательно, так как в таком случае фольга очень хорошо отпечатывается на гейлак. Жду полного высыхания. Но вот эта фольга очень нежная, ее можно было бы не обезжиривать, если вам видно, даже появились после обезжиривания проплешины. Значит она должна хорошо отпечатываться. Но вот с гейлаками я не уверена, так как я их еще не тестировала. Соответственно ничего не могу сказать. Также если у вас есть шабер, вы можете им пройтись для того, чтобы она точно везде хорошо прилипла. Но за счет того, что она очень тоненькая и очень такая, знаете, прям вот нежная, мне кажется она хорошо отпечатается. Если вам видно, остался цвет на фольге, это значит, что гейлак надо было просто подольше сушить. Но как видите, очень неплохо отпечатался. В таком случае, если вы это делаете на ноготках, экспериментируете, просто прислоняйте в пустых местах, там где вам надо и приклеивайте еще раз. Но такой дизайн тоже имеет место быть. И кстати, после того, как вы отпечатали и у вас что-то там до конца не получилось, подождите минутку хотя бы, у вас пропитается фольга липким слоем и вы сможете еще раз отпечатать. И возможно, что фольга настолько нежная, что я ее зря обезжирила. Можно было отпечатывать и без этого. И мы сейчас с вами это проверим. Фольгу не обезжириваю, а сразу пропечатываю. Но как видите, без обезжиривания она не очень-то хорошо отпечатывается. Но даже такой дизайн очень красивый. Переходим к следующему. Также я протестирую свои новиночки. Это гейлак Beauty Free номер 10. Сразу скажу, что я все гейлаки сушила в лампе на 9 ватт. Летки. Я думаю, что у многих такая же. У нее таймер идет на минуту и таким способом я просушивала. Возможно, просто не хватает времени просушки. И смотрите, это действительно так. Очень жирный слой остался, поэтому отправляю еще на 30 секунд. И также, если после просушивания дать гейлаку какое-то время остыть, то отпечатывается фольга еще лучше. Делаю все то же самое. Сушила в 9 ватт 2 минуты. Но как видите, даже 2 минуты маломощные лампы не помогают отпечатать фольгу. То есть, этот гейлак надо сушить в более мощный. Тогда фольга будет переводиться на него намного лучше. Следующий гейлак у нас ТНЛ номер 377. Наносила, кстати, все гейлаки в один слой, потому что 2, мало ли что-то не получится, а придется все равно переделывать. Поэтому, чтобы не создавать на типсах лишнюю толщину, наносила все в один слой. Ну, тут вроде как-то прилипает хорошо. Но не факт, на той тоже прилипала. Этот гейлак тоже оставляет большую липкость на фольге, но в то же время неплохо отпечатывается. То есть, опять же, надо сушить в более мощной лампе. И в таком случае вариантов с фольгой будет больше. Следующий гейлак у нас Денчил номер 44. Вот такой вот нежный цвет и другого чуть-чуть оттенка будем отпечатывать в фольгу, но она с таким похожим отливом. Поэтому, я думаю, подойдет. Когда я в прошлый раз сушила в лампе 48 ватт, если не ошибаюсь, тестировала фольгу, соответственно, фольга отпечатывалась намного лучше. Как мне кажется, можно на любой лак отпечатать. Главное, уловить время сушки. Денчил, он практически не оставил липкого слоя, но в то же время не очень хорошо отпечатался. Это значит, что у него очень маленький дисперсионный слой, но можно еще попробовать допечатать. Следующий гейлак у нас IBCC NDS номер 18. Очень красивый цвет. С ним я уже делала покрытие гейлаком маме, и ей он очень понравился. Производим те же самые действия, ничего не отличается. Мы просто тестируем, какие гейлаки у нас хорошо просыхают в 9-ваттной лампе, и в то же время, на какие отпечатывается фольга при такой немощной лампе. У меня чуть-чуть съехало, но пока непонятно, отпечатается она или нет. Смотрим липкий слой, его практически нет. Значит, этому гейлаку хватает минутку в 9-ваттной лампе. Также откладываю типсы, чуть-чуть подожду, возможно, капельку попозже, отпечатаю еще раз, и получится лучше. Следующий гейлак Luxury номер 92. Итак, посмотрим, как будет отпечатываться на этот гейлак. Я не помню, пробовала я на него или нет. Мне кажется, что не пробовала. Хотя я... А, девочки, я делала с ним покрытие гейлаком, и также отпечатывала на него фольгу. Так что он должен отпечатать хоть что-нибудь. Да, и как видите, все отлично отпечаталось. То есть этот гейлак в 9-ваттной лампе. Спокойно просушивайте, и у вас фольга отпечатывается. После того, как вы отпечатали, желательно, чтобы вы еще просушили. Если вас результат устраивает. Если нет, где-то что-то подправляете, также прикладываете. Ну, смотрите, очень неплохой результат, и в то же время текстуру фольги очень хорошо видно. Последний испытуемый у нас сегодня гейлак Харуяма номер 437. Не знаю насчет липкого слоя, мне кажется, что не отпечатается. Но давайте все-таки проверим. Сразу напомню, что всю фольгу я обезжириваю. Если вам ее не показываю, просто это одно и то же действие, я не стала это снимать. А так, каждый кусочек, который я пытаюсь прилепить к гейлаку, все эти кусочки у меня уже обезжирены. Я вам скажу, что отпечатывается супер. Я даже еле тут оторвала. И по возможности можно еще отпечатать. Но такой результат очень даже неплохой. После того, как у нас фольга отпечаталась, подождаешь некоторое время, пробуем еще раз. С этим гейлаком это не работает. Это вот такой вот гейлак, то есть на него надо отпечатывать сразу. Если не получилось, то просто переделывать. Следующий гейлак у нас Beauty Free. Возможно, я делаю слишком сильный нажим, поэтому фольга не прилипает, а съезжает. Но, как видите, все то же самое. То есть, надо вам в свой гейлак прям вот досконально с помощью своей лампы понять, в какой момент надо вытаскивать типсу и на нее отпечатывать. Следующий у нас ТНЛ. Таким же способом пытаемся. И все то же самое. Второй раз уже не отпечатывается. Гейлак Денчел изначально неплохо отпечатывался, поэтому, думаю, не страшно, если он повторно не будет тоже отпечатываться. Липкого слоя как такового уже нет, поэтому не получается. Итак, девочки, фольга мне понравилась. Отпечатывается она неплохо, она тонюсенькая и в то же время очень красиво смотрится, даже если отпечатывается не полностью. Вот в этом случае, если вы подобрали фольгу в тон, то даже такой дизайн имеет место быть вполне. Как видите, все переливается и красиво и по-новогоднему смотрится. Вполне такой фон можно использовать как для стемпинга, так и для любого дизайна. Далее гейлак Бьютифри, но он мне не понравился в том плане, что его надо, конечно, сушить в другой лампе, тогда, возможно, он очень хорошо отпечатывается, но все равно такой им дизайн имеет место быть. ТНЛ тоже не очень хорошо отпечатался. Гейлак Денчел неплохо отпечатался, но, опять же, надо подбирать время сушки. IBC 7DS в новом флаконе совершенно не понравился, потому что даже сплошных каких-то отпечатков просто нет. Значит, он также будет печатать в любом просушенном виде. Гейлак Лакшери у нас в этом плане фаворит. Оказалось, что отпечатывает практически полностью всю фольгу на себя и в то же время можно еще где-то что-то подпечатать, если не сработало. Гейлак Харуяма если у кого-то такой же есть, попробуйте обязательно отпечатать. Как видите, очень даже неплохо. главное, также подобрать время сушки. Если в 9 Ватт сушила минуту, значит в более мощной лампе сушить 30-20 секунд. Итак, сейчас буду листать слайдеры очень красивые, очень симпатичные. Рисунок очень четкий, нету никаких смазываний, печать отличная. И в то же время очень такие дизайны милые могут с ними получиться. также есть отдельные какие-то элементы, с которыми можно составить очень красивый маникюр. 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 Смотрите продолжение в следующей части. И после того, как он высох, он уже рвется. То есть лучше всего наносить, конечно же, на базу. Его можно еще подрастянуть, если вам где-то что-то надо. То есть он тянется нормально. Так что слайдеры эти вполне могу посоветовать. Они не такие толстые, не сильно тонкие. То есть толщина его не прям тонюсенькая, но вполне нормальная. Итак, девочки, вот такое вот у нас исследование сегодня было. Фольга очень даже неплохая, смотрится круто. Если ее совмещать несколько цветов на одном ноготке, будет очень красиво смотреться. Я думаю, что на новогоднюю пару отличные дизайны. Также мне понравились слайдеры. Причем рисунки понравились все до единого, кроме там максимум двух листочков. Остальные все очень крутые, мультяшные. Также есть фотографии, есть отдельные. Вот этими слайдерами я довольна на все 100%. Фольга мне напоминает качество, которое было в предыдущих видео в наборе. Если не ошибаюсь, 20 штук. Не буду врать, по-моему, 20 штук за 80 или за 100 рублей. Обязательно оставлю все ссылки под видео, чтобы вы могли посмотреть эти видосики и также узнать, какие гейлаки подходят для отпечатывания фольги. Спасибо вам за внимание, спасибо за просмотр. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию с Алиэкспресс вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока. Продолжение следует...